Магадан Сотрудники Росдорнии проверили выполнение дорожных работ в Магадане в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Специалисты взяли образцы и отправили в лабораторию. После исследования ведомство предоставит протоколы и рекомендации. Визуально все в порядке, говорят эксперты. Визуально отобранные керны показывают достаточно неплохой результат, то есть геометрия слоев соблюдена. Фракции, мы видим, они разделяются на мелкую и крупную, ну а лаборатория уже выдаст точный, как говорится, диагноз. Сотрудники Росдорнии работают в три этапа. Проектирование, мониторинг соблюдения технологий производства и диагностика участка дороги. Сейчас специалисты на втором этапе. После того, как проект отдадут в эксплуатацию, эксперты перейдут к диагностике. Произойдет это ориентировочно в ноябре. Первого сентября дети пойдут в школу. Первоклассники, учащиеся девятых и одиннадцатых классов, встретят учебный год на праздничных линейках. Остальные примут участие в празднике по распоряжению школ. Начало первой четверти школьники проведут за партами на очном обучении. Об этом рассказала заместитель министра образования региона Ирина Горностаева. По ее словам, дистанционной учебы в сентябре не планируют. Дети будут учиться в две смены, начинающиеся не ранее восьми часов утра. Для каждого класса выделят отдельную аудиторию с индивидуальным временем посещения. Такие предметы, как физкультура, изобразительное искусство и внеурочные занятия будут проводить на свежем воздухе. Учебный процесс будет организован по специально разработанному расписанию уроков, которое будет доведено до сведения учащихся и их родителей 28 августа. Оно будет вывешено от каждой общеобразовательной школы. Мы рекомендовали педагогам сейчас продумать возможность перевода части учебных предметов. Это физкультура, это ИЗО, окружающий мир, это внеурочная деятельность. Проводить эти уроки на свежем воздухе при учете температурного режима. Категорически запрещена организация деятельности образовательного учреждения в три смены. В школах введут медицинский пропускной контроль. Проверка температуры и обеззараживание рук. Ученикам не требуется ходить в защитных масках. Дети, которые приедут из отпуска с других регионов страны, прежде чем попасть в школу, обязаны 14 дней провести на самоизоляции или по желанию принести справку от врача об отрицательном анализе на COVID-19. В обязательной форме предоставлять результат с анализом на COVID-19 необходимо только в случае, если ребенок им переболел. В Магадане отметили День государственного флага. Традиционное ежегодное шествие в областном центре Колымы отменили из эпидемиологических мер. Однако торжественную атмосферу удалось создать у Дворца детского и юношеского творчества. Муниципальный духовой оркестр исполнил праздничные композиции, а также гимн Российской Федерации. Кроме того, зрителей с этим днем поздравил музыкальный ансамбль. Мэр Магадана Юрий Гришан и председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов подняли флаг. Я хотел бы, чтобы все магаданцы сегодня ощутили особый подъем, потому что нам есть чем гордиться. 22 августа мы отвечаем День государственного флага Российской Федерации. Также в этот день наградили почетными грамотами и медалями семей, которые состоят в браке более 25 лет за любовь и верность. В семье Козловых даже две таких пары – Екатерина Владимировна и Виктор Сергеевич – приехали покорять Магадан много десятилетий назад. Поженились здесь же, в областном центре, вместе уже 58 лет. Их дочь Галина встретила своего возлюбленного тоже в столице Колымы. Полгода назад пара отметила юбилей – 30 лет. Семьи рассказывают, что главное в отношениях – взаимопонимание. В этот день, 22 августа, большинство мероприятий провели в онлайн-формате на платформе социальных сетей. Сделали викторины флаг России «Великое знамя», флаг «Символ достоинства честь», конкурс детских рисунков, а также квест-игру под флагом «Российским живу». В пятом детском саду провели квест-игру для воспитанников подготовительных групп. Ее приурочили ко дню флага. Такое мероприятие для ребят организовывали впервые. На подготовку ушло около недели. По словам педагогов, дети с воодушевлением выполняли каждое задание и справились очень быстро. Ребята проходили задания на каждом этапе, получали конверт с кусочком пазла, с заданием. И в конце кусочки пазла складывались в единую картинку. Ребята делились на две команды. В конце ребята нашли клад. Сейчас в учреждении около 120 ребят со всего Магадана. Детей принимают с года до 7 лет. В учреждении есть группы комбинированного и компенсирующего вида. В них представлены образовательные программы для детей с речевыми нарушениями, задержка психического развития. С ребятами занимаются педагог-психолог и учитель-дефектолог. Детской зимней горки напротив Магаданского драматического театра больше не будет. Срок годности конструкции истек. Игровой объект установили 12 лет назад, еще в 2008 году. Деревянные опоры со временем прогнили. По правилам безопасности элементы детские игровые комплексы не должны эксплуатироваться свыше срока эксплуатации, установленной заводом-изготовителем. Данная конструкция будет демонтирована. Часть ее элементов пойдут на ремонт других форм, где они могут быть применены. А основные столбы, конечно же, будут утилизированы. Излюбленного игрового места для детей больше не будет. Но в Казаха говорят, что зимой здесь возведут снежную горку, как это делали раньше. О том, появится ли новый городок на этом месте, пока неизвестно. По словам специалистов, для возведения школы эта территория маленькая. В муниципалитете в ближайшее время решат, как обойтись с участком земли в центре культурного квартала. Мэр Магадана Юрий Гришан и депутат Государственной Думы Оксана Бондарь обсудили реализацию национальных проектов в областном центре Колымы. Одна из ведущих проблем – дороги. Муниципалитет нуждается в дополнительном финансировании. Отремонтировать нужно не только проезжие части, но и тротуары. Тем не менее, городские власти сделают все возможное. У нас в городе Магадане с твердым покрытием около 300 км дорог. Сделаем мы в этом году, может быть, там полтора километра. Но в тех параметрах, которые закладываются в дорожной карте программы нацпроекта БКД 2.0. Это тротуары с двух сторон. Это ограждение, это освещение, озеленение, светофорные объекты, пешеходные переходы. Также в Магадане реализует нацпроект «Культура». В рамках него предусмотрена закупка музыкальных инструментов для детской школы искусств имени Барляева. 5 миллионов рублей в следующем году направят на оборудование Центра детского чтения, который находится на улице Гагарина. Кроме того, в перечень включили строительство культурного центра и детских садов. Предусмотрены средства на строительство культурного центра. Строительство планируется с 2021 по 2023 год. Планируется выделение средств на музыкальные инструменты для детской школы искусств имени Барляева. Планируется выделение средств на строительство двух детских садов на улице Морщиканской и в третьем микрорайоне. Еще одна тема, которую обсудили Юрий Гришан и Оксана Бондарь – проект «Чистая вода». На встрече присутствовал руководитель водоканала Анатолий Попов. Он рассказал о работах на водоводе по улице Речной и трубопроводах по Октябрьской, Берзино и Нагаевской. Депутат отметила, что вместе с правительством Колымы и профильным министерством России муниципалитет сможет справиться с проектом быстрее. Основанный казаками-переселенцами несколько веков назад и покинутый людьми первый город на северо-востоке Гижинск исследовала этим летом археологическая экспедиция. В поездке участвовали 10 человек. Это трое профессиональных археологов из Владивостока, четыре студента СВГУ, их руководитель Ирина Панкратова и два охранника, они же ответственные по материальной базе и пищеблоку. Гижинск основали русские казаки и купцы в виде небольшой крепости в 1652 году. По документам официальная дата становления города 1752. До сегодняшнего дня эксперты сомневались насчет точной даты расформирования Гижинска. По некоторым версиям город сожгли из-за распространения чумы в 1927 году. Другие склонялись к немного позднему 1934 году. Прибывшая с раскопок, экспедиция уже по начальным результатам установила точную дату 1938 года. Это были предположения 1934, 1936, 1937 год. В результате уже говорят о том, что 1938 год, как минимум. И это раз. Второй момент. То, что касается самого города Гижинска, это первое, по сути, городское поселение, официальное, имеющее статус на территории северо-востока нашей родины, которым было присвоено первое поселение. И переоценить те находки, переоценить результаты экспедиции невозможно. Экспедиция длилась с 27 июля по 21 августа. Всего на территории исторического памятника разрешили копать 20 квадратных метров в условиях вечной мерзлоты. Металлические кресты и монеты, поделки из кости, бисера, стекла, бамбука, изделия американского и японского производства. Поездка оказалась продуктивной. У географического общества по предварительным подсчетам около 500 артефактов. В Магадане откроют филиал краеведческого музея и поставят гижинскую выставку со всеми находками и историей павшего города памятника. В минувшую субботу в кинотеатре «Горняк» провели фестиваль уличного кино. Он впервые прошел в помещении из-за погоды. Соблюдали все санитарные нормы. Посетителям при входе измеряли температуру, выдавали маски. Также их рассаживали в шахматном порядке. Для того, чтобы пройти на сеанс, зрители должны были зарегистрироваться на сайте фестиваля. Места в этом году ограничили. Из-за недавних событий, к сожалению, мы были вынуждены ограничить максимальное количество человек в зале 200. То есть не 500 человек, как обычно, а 200 максимум. По словам организаторов, был аншлаг. Все 200 мест заняты. На экранах показали 10 короткометражек, которые вошли в конкурсную программу фестиваля. Длительность картин от 5 до 20 минут. А всего сеанс занял около 2,5 часов. Как рассказывают зрители, интерес к фильмам вызван именно их длительностью. Короткометражки смотрят нечасто, поэтому хотелось подчеркнуть что-то новое и необычное. Про данное мероприятие я узнал только сегодня. Через Инстаграм я увидел рекламу. Мне показалось, что это привлекло внимание, и я решил посетить данное мероприятие. А с фильмов что-то новенького, интересного. Короткометражные фильмы я не так часто смотрю, но заинтересовало. И решил посетить, посмотреть. Перед просмотром фильмов для зрителей провели викторину на знание кинематографа. Посетители рассказывают, что это был приятный бонус. После приступили к просмотру. Зрители рассказали, что фильмы впечатлили. Но больше всего меня впечатлила «Большая восьмерка». Режиссер короткометражки Иван Соснин. И он показал, что обычный человек, простой рабочий, может привнести что-то хорошее в жизнь восьми собак. И спас их от расстрела ради международного саммита. За фильм, который больше всего понравился, зритель смог проголосовать. Нужно было посветить фонариком или экраном телефона. В ближайшее время организаторы посчитают голоса и выберут тройку лидеров по Магадану. Потом по всей России. Победителю вручат приз – полтора миллиона рублей. Продолжение следует... Дальневосточный онлайн-видеофестиваль. Более 500 работ. 11 регионов Дальнего Востока. И 6 победителей. Лучшими на Дальнем Востоке стали... В номинации «Звуки ДВ» концерт группы «Апрель» от Михаила Никитина. В номинации «Сила ДВ» победил Алексей Рыбкин с видео «Путь к успеху». Самым уникальным стало видео «Маяк Анива», «Сахалин» от Дениса Шатохина. Вся красота природы Дальнего Востока в ролике Эрнеста Леонидова «Камчатка Травел». В номинации «Характер ДВ» лучшей стала короткометражка Булата Базарова «Ньюуса». Специальный приз жюри и 200 тысяч рублей снова отправляются в Камчатский край Эрнесту Леонидову. Народное Гран-при и 300 тысяч рублей получает Николай Степанов за ролик «Якутский холод». Поехали. Раз, два. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карломаркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще массы интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова